Пока мастера кэндо, японского искусства владения мечом, оттачивают на себе удары, в секции по рукопашному бою демонстрируют, как обезвредить нападающего голыми руками. Девятилетний Кирилл Михно с радостью показывает свои любимые приемы. Вот так надо, чтобы рука шла сюда и чтобы он постучал. Это как сдается. Кроме рукопашного боя в Краевом центре единоборств обучают еще греко-римской борьбе, самбо, тайскому боксу, карате. Легче сказать, чего здесь нет. Тысяча квадратных метров разбито на отдельные зоны. Тренажерный зал, зал спортивной борьбы, место для отработки ударной техники. Причем записаться в секцию можно абсолютно бесплатно. Ну а условия? От них даже тренеры робеют, вспоминая места, где приходилось заниматься раньше. Условия, конечно, были отвратительные. Ну сюда зашли мы как дворец, олимпийский дворец. Постараемся растить олимпийских чемпионов. Краевой центр единоборств, который открылся в станице Денской, первый подобный комплекс в сельской местности. А ведь на Кубани боевыми искусствами уже занимаются 50 тысяч человек. Поэтому нет сомнений, что такие спортивные залы будут востребованы во всех районах, отметил Вениамин Кондратьев. Сегодня он посетил новый центр, зашел в тренажерный зал и побывал на тренировке по рукопашному бою. Как вам зал, в котором вы сейчас тренируетесь? В второй шаг. А раньше вы тренировались в каком зале? В маленьком. Какой лучше? Где вчера или который сейчас? Сейчас. Самое главное – сделать спорт доступным. И неважно где – в крупном городе или небольшом поселке. За последний год на Кубани уже построили 4 малобюджетных спортивных зала. В этом году планируют еще 14. Дух, который сегодня воспитывается и будет воспитываться в этом спортивном комплексе на этих коврах, во-первых, и в жизни им поможет быть успешным. Не обязательно им быть олимпийскими чемпионами, чемпионами мира. Они должны стать чемпионами в жизни. Это намного важнее. И я хочу пожелать всем ребятам, которые сегодня пришли, на самом деле, достичь в жизни успехов. Никто из вас не может загадать, кем вы будете через 5, 10, 15 лет. Главное – стремиться верить в себя, верить в свой народ, верить в свою землю. Губернатор Края принял еще одно важнейшее стратегическое решение. С 1 сентября в качестве эксперимента в 100 наших общеобразовательных школах начинается преподавание уроков самбо. В неделю три урока по физической культуре, так вот третий урок, будет преподаваться именно борьба с самбо. Кстати, чемпионатом именно по этому виду спорта сегодня обновили краевой центр единоборств. В соревнованиях участвовали команды из Тимошевского и Денского районов. Однако только лишь боевыми искусствами в этом комплексе ограничиваться не будут. В будущем здесь появится бассейн и теннисные корты. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Денской район.